Я думаю, что здесь будет представлено и искусство, и наука, и образование, но буквально в зале я встретил своих юных, но очень давних знакомых, Эспаражолей, которая представила замечательную книгу Англорфа в Аннахо, которая акцептировала Жирарова Апортея. Я не ел по его рецепту, по рецепту господину Апортея, не могу ничего сказать по этому поводу, но по рецепту госпожа Жюли я ел это вкусно, действительно. Я не считаю жесткие рецепты, чем мужские, но так пока еще сложилось с вами. Мы катулись к этому событию серьезнее. Естественно, у прессы, которая приехала сюда из Парижа, из Москвы, первый вопрос, который они задают, а зачем и сколько это будет стоить? Зачем? Знаю. Я думаю, что эта земля, земля Монокасков, Монокикарма, Азорный берег, очень тесно связана и с русской династией, с русской историей, но и с русской культурой тоже. Здесь неподалеку мы были отдыхать, например, основателя Московского художественного театра, представитель Сергеевич Ревиславский говорил, что Мирович Данченко. Обычно не Мирович Данченко заканчивал письма в московских художественных театрах такими словами. «Тело душой с вами», писал он в Москву, «тело в ментоне». И в общем, тело в ментоне находилось почти столько, сколько душа в Москве. И даже экономической жизни, жизнь, как и такова, значительно более контракт, и она развивается по своим неведливым, подчас даже великим политическим маршрутам. Мы постараемся показать, что сегодняшняя Россия – это страна, которая живет в социализованном мире, по своим, я говорю, общим мировым законам, которая представляет культуру, которая всегда была частью здоровой культуры и европейской культуры, потому что она обладает своими, даже словно, особенностями, которые приблигают в дни людей из разных стран мира. Нам очень важно, что в этом ходе пройдут не только тупые мероприятия, но и серьезные научные конференции. Мы полагаем, что другие значительные внимания, связанные с океаном и с Арктикой, пройдут важные мероприятия, связанные со спортом, не только с легкими спортом, но и с более скромными, но важными мнениями для того, как шахматные мероприятия. Мы не наступили внимание образования и тому, как сегодня развивается образование в Монако, и как оно развивается в Российской Федерации. Я надеюсь, что некоторые аспекты для 2015 будут посвящены проблемам экономики, в частности, каким успешным направлением, как банкинг и банковское дело. И я думаю, что это будет полезно для обеих сторон. В России в этом мероприятии принимают участие большое количество министерств. И мы рады, что мы находим понимание и энтузиазм у наших моногасских партнеров. Я бы хотел особо отметить в сиятельное принятие, господин государственного министра и моего господина партнера «Поста Фискора», без которых этот большой годовой проект будет невозможен. Я надеюсь, что мы откроем год 19 декабря, чуть раньше, чем в календарный год, гастролем Большого театра и архитектура соединительства нашего глубокого сотрудничества, потому что Большой театр привезет спектакль, который поставил главный медвестер по этому декабру. Я думаю, что это будет идти удачный символ для начала года. Возвращаюсь к этому. Возвращаюсь к этому. Возвращаюсь к этому. Я сказал однако спектакль, например, министрам, когда в Носкве, когда ты говоришь, что ты ешь в Монте-Карбо, были смогут быть так, как ты сказал, я поехал в рай. И, в общем, эта подразделенность, она все равно существует. И естественно, что когда посол во Франции, говорите, надо в Монте-Карбо в первый год в российской культуре, то ли не москвичная девочка. Это правда. Здесь присутствует директор по развитию и второго проекта Большого театра, господи Чайманова, здесь присутствует наш коллега Зелос Сакович. И, к слову, есть много таких официальных лиц, которые готовы ответить на новые вопросы к нам. Я искренне благодарю господу Ланкову, представитель которого, господи Чайманова, здесь присутствует, который будет партнером с российской стороны, поддерживающим этот проект. И самый последний господин государственный министр сказал, что у нас сейчас в проекте не самый, по-своему, вред, но, что у нас сейчас в программе 128 мероприятий. Пока я ехал вот сюда, в гостиницу, в музей, мы позвоним нашу замечательную тему режиссеру театра, в музее Анатолий Крещевовский, который только что получил серебряную льва в Венеции, и сказал, вот если к тебе подойдут люди и скажут, что они хотят провести мою ретроспективу, моих фильмов, и показывать своих трех чешевских спектаклей, ты не беги, а их сразу. Выслушай, и они помогут. Вот я думаю, что таких слонков и вам, господин государственный, и вам, господин народов, и вам, господин Треслов. И это много. Я думаю, когда вы были в Москву на Гайдарском фоне, когда у нас будет пресс-конференция московская, и будет ваш визит в Российскую Федерацию, я уверен, что количество мероприятий в этом способе увеличится. К радости зрителей, к окончению спонсоров, но это будет именно так. Еще раз хочу поблагодарить, что я ему князя правительству за окаженную возможность привести в эту Россию в вашей прекрасной стране. Спасибо.